Уважаемый Имамали Шарипович, уважаемые главы государств, дорогие друзья! Прежде всего, хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана, уважаемому Имамали Шариповичу Рахмону, за приглашение принять участие в качестве почетного гостя в работе пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Также выражаю благодарность уважаемым коллегам за поддержку участия Азербайджана в этом мероприятии. Я второй раз в этом году посещаю братский Таджикистан. Мой государственный визит в апреле, принятые в ходе визита решения и подписанные документы, еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений. С нетерпением ждем государственный визит президента Таджикистана в Азербайджан. Уверен, что он послужит дальнейшему укреплению наших отношений. Пользуясь случаем, поздравляю братский народ Таджикистана с прошедшим Днем Независимости. Азербайджаны и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений. Более 30 лет, как независимое государство, мы активно взаимодействуем, как в двустороннем, так и в наностороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения. Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике, с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом. Я впервые участвую в работе консультативного совета и выражаю уверенность, что этот формат регионального сотрудничества будет способствовать дальнейшему сближению наших стран и народов. За последние два года я совершил 9 визитов в государство Центральной Азии. За это же время главы всех братских государств неоднократно совершали визиты в Азербайджан. До конца года активная динамика взаимных визитов будет продолжена. Одним из важных факторов двустороннего сотрудничества является рост взаимной торговли и инвестиций. Отрадно, что показатели по этим двум направлениям имеют устойчивый рост. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в три раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50%. Созданы совместные инвестиционные фонды. Согласован объем взаимных инвестиций в более чем в 1 миллиард долларов в ближайшие три года. Мы уже реализуем многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, а именно хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства. В начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Мы видим интерес компании Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане свободной экономической зоне Алянца. Важное место в наших отношениях занимает транспортно-логистическая сфера. Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Не менее важен и транзит в обратном направлении. Наши братья в Центральной Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, нами модернизируется железная дорога Бакут-Белесикарс. В следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн. Параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 до 25 миллионов тонн. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов. Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможности нашей судостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов, количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10-15 годов. Для привлечения большего объема транзитных грузов необходимо обеспечить оптимизацию тарифов, упрощение и гармонизацию регуляторных и таможенных процедур. Одним из важных факторов обеспечения прозрачности транзитных перевозок и равных условий для участников транспортного процесса является цифровизация транспортного коридора «Восток-Запад». Новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект «Ципровой шелковый путь» по созданию оптико-волоконной инфраструктуры, над которым мы активно работаем. Уважаемые коллеги, в этом году исполняется 25 лет со дня основания специальной программы ООН для экономик Центральной Азии СПЕКа. Я направил официальное приглашение уважаемым главам государств и буду рад вас видеть на саммите в Баку в ноябре этого года. Еще раз хочу выразить благодарность всем главам государств за приглашение на сегодняшнюю встречу и пожелать братским народам Центральной Азии мира и процветания. Редактор субтитров А.Семкин